Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Аферисты в сетях. Да, ребят, я знаю, что вам нравятся эти выпуски, если у нас будет необычный выпуск, у нас сегодня будет проверка на измену. Такая вот, Аферисты, измена, ребят, это очень крутые, в общем-то, форматы в Аферистах, и мы начинаем. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, море крутых фото из моей личной жизни, которые ты больше нигде не увидишь. Интересные встречи, популярные блогеры, прямые трансляции и многое другое. Это все в моем инстаграме. Подписывайся, и ты не пожалеешь. Ссылка в описании. Не бывает случайных встреч. Ого! Если это... О чем это все задумался? О чем это все задумался? А действительно, о чем? Проверка на верность. Просто почему-то мне вспомнилось 7%. Это жестко. Так она реально его соблазняла. К нам обратилась 26-летняя домохозяйка Ання из Звеницы. Анечка, привет! Привет, Крис. Привет, привет, привет. Приехать в Киев ради 15 минут разговора она не могла. Как придумали, чтобы человека тоже было видно. Давайте планшет на сидушку приделаем. Новый стиль общения. Так что спасибо современным технологиям. Тебе не дует? Нормально? Мне, ну, от машины немножечко есть. Да? Не укачивай. Вот так. Аня уже три года встречается с Игорем. Любовь, морковь, все как положено. Но есть одно «но». Но, блин, его командировки, честно, я не знаю, что он мне делал. Оказалось, Игорь – бухгалтер. И регулярно из Звеницы ездит сдавать бухгалтерские отчеты в Киев, в главный офис. Я не знаю, что в ней думать. Я уже всегда в голове всякие пошляти на мне в голову вверх. Ты понимаешь, честно, это похоже на стандартную женскую паранойю. Как только муж командировки, значит, он там с кем-то подгуливает. Но Аня утверждает, что это не паранойя, так как Игорь, когда в командировке, часто по вечерам не берет трубки. Потому что ты на утро говоришь, что он действительно говорил, что не слышит. Ты говоришь, что уже спал. Ага, вот блин. Да, вот это реально похоже на отмазку. И ближайшая командировка Игоря через четыре дня. Тогда тебе надо будет к нам приехать. Ты же понимаешь, это пока мы тут придумали способ, как с тобой пообщаться. Конечно, Аня согласилась. А дальше дело за нами. Должно быть жестко, ребят. Итак, от Ани мы узнали, что именно в этом отеле всегда останавливается Игорь. Сегодня он видит из Винницы в Киев на служебной машине. Уже вот-вот и будет на месте. А мы успели везде установить скрытые камеры и подготовить ему сходу пару сюрпризов. Часть группы следит во дворе отеля. Там, кстати, еще один наш сюрприз. И через полчаса... И тут же предлагают другой номер, улучшенный, без доплаты. Полулюкс круче стандарт. Тем более без доплаты неужели откажется? Ну, где же другого лента? Ну, давайте уж. Ура! Да, это мы подстроили. Ведь нам нужен просторный номер, учитывая, что в нем будет происходить. В принципе, поднимается номер. Ну, начали. Алло, Моря. Здрасте. Какая замечательная соседка. Мы рядышком с вами, да, точно. Кристина, будем знакомы. Игорь, очень приятно. Вы надолго работаете сегодня вечером на розыгрыше? На розыгрыше. А на каком розыгрыше? А у меня там машинка такая красненькая стоит с болтом, такая красотка. А, да, что-то видел. И типа эту машинку вечером будут разыгрывать. Но нам же надо, чтобы он вечером был в отеле. Так что я могу рассчитывать вечером на эффектную компанию? Ну, все, может быть, посмотрим. Ой, я буду надеяться. Заолобался приветливо. Ну, как еще и массаж хороший. Да. Что? Я приму к сведению. Вот так позаигрывала. Итак, первый крючок заброшен. Мы познакомились. Но самое главное – вечером. А пока Игорь собирается в главный офис сдавать отчет. Конечно, в этом полулюксе камеры по всем углам. Ведь вечером тут будет очень жарко. Но нам нужна стопроцентная гарантия, что Игорь вечером будет в отеле. И в дело вступает наш администратор отеля. Игорь, хотели бы вам сказать, что вы приглашены. Сегодня среди посоядцев нашего отеля будет разыгран автомобиль. Да, слышали. И каждый участник получает в качестве комплимента бесплатный ужин. Но личная присутствие в отеле обязательно. Вы будете к воскресенью вечера? Сейчас. Да, я думаю, да. И так будет, значит, и проверка на верность будет. А что не на машине своей уехал? А Игорь тем временем сел в такси, группа за ним. Но почему не взял служебную машину? Согласен, да. Может, он вовсе и не на работу? Нахерена ему другая машина? Но поехал он все-таки в офис. Название мы знали от Ани, адрес погуглили. Так что да, он приехал в офис. И провел там 4 часа. И решил он, наконец-то. Ждевским окном. Мы руками встретились, мы посидели. Наши люди за ним. Кафе. Оказалось, обычные мужские посиделки за пивасом. Но мы-то все напряглись. А вдруг Игорь не приедет к вечеру в отель? Игорь, добрый вечер. Я администратор отеля. Хотела уточнить, вы сегодня будете вечером? У вас не поменялись планы? Спасибо, до свидания. Спасибо. Через 40 минут Игорь уже подъезжал к отелю. Как мужики, пойду машину выиграю. Очень теплое. Прям горячая встреча. Я согласен. Неплохо. Итак, сегодня мы узнаем, верен ли Игорь Ане или... Аня вся на иголках в том номере, где живу я. Ты сильно волнуешься, малыш. Слушай, блин, вы нашли, как чувака соблазнить. Ядрыть, вы бы вообще голодом зашли бы и проверили бы. Да, держи ее на контроле. Как бы тут не было внеочередных пяти ом. Нормально, воду взяли, с калфетки... Аня уже давно привыкла к мониторам, так как приехала еще в обед. И готова увидеть все, на что пойдет ее Игорь. Так, чувак вернулся. Розыгрыш ужин, якобы, да? Игорь, скажите, пожалуйста, когда вам можно занести праздничный ужин номер? Давайте, наверное, через минут 10-15. Хорошо. И ровно через 10 минут наш администратор тут как тут, с праздничным шаровым ужином. Да, там открыто. Можно? Да, конечно. Попал. Отказать, пока не делай. А наш администратор, ну, чисто случайно, забыла приборы. И готова их принести. Но Игоря нужно отвлечь от двери. Поверьте, пожалуйста, так как у нас в бою сейчас с водоснабжением. Нормально ли стекает ли горячая вода, нет ли ржавчины? Вроде бы нормально шло, ну, хорошо, сейчас проверю. А я где там за приборчиками? Да, спасибо. Сбегом, импшел ванну. Капец. Мне хватило 7 секунд. Игорь только открутил кран в ванной. Я в шоке. Вот это мужик попал. Пиздец. Ну-ну. Интересно. Ой, это же мой сосед. Ну, а кто еще? Привет, дорогой. А что ты так ко мне в доктор пришел? Как-то так прямо навязчиво, я бы даже сказала. Ничего, что это много. Ты думаешь, что пьяная делать? Такой номер. А то, что мои вещи тут не смещают. Ой, блин, я же протрезлила. Я просто в этих очках ничего не вижу, ты все, извини. Такое бывает, да. Ну, ты мне не будешь штрафовать, потому что я комиссар полиции, для чего я там, или как-то я там, я там не комиссар, нет? Ну, прям, ну. Ну, да. А что ты думала? Короче, я намекаю, что уходить не хочу. А почему ты в костюм, кстати? Так всегда одеваешься? Втянулся в беседу неожиданно. Просто я сегодня выступала уже на этом розыгрыше. Я просто в шоу-балете прямо балерина. Балерина из меня такая себе. А вот в шоу я очень даже ничего. Выложила на сцене вообще по-моему максимум. У меня это шампан. Я вижу, да, шампан. Меня угостили просто. А он, меня кажется, и не думает выгонять. Неужели соседка понравилась? А я как-то проголодалась. Да, я могу поделиться какой-то пожеланием. Поделитесь с полицией. Без проблем. Не море, правда, на одного человека. Блин, я даже не подозрела, что он такой. Я, кстати, тоже. Да пока все нормально. Игорь где-то даже с радостью согласился разделить со мной праздничный ужин. А я же не пора, а я еще на кураже после выступления. Чувак думает, офигеть, конечно. Номер люксовый, пожать бесплатно, привезли. Девчонка тут стоит. Офигеть. И там все так, да, да. Иди такой, товарищ, левого столика. А я прям... А-а-а. А-а-а. Афигеть. Да, да, отлично. О! Да. Ну, ни хрена себе. А ты думала? Задумался? А чем это ты задумался? А я не задумался. А, ну, извините, ну, а что? Такое приятное, такое приятное и неожиданное знакомство. А зачем это он так акцентировал слово «приятное»? Надеюсь, я за эти танцы доплачивать не буду. Не очередной бонус «приятный» от отеля, а то их сегодня много у меня. Прикольно. Какой смекалистый. Аккуратно прощупал, не подкинули ли ему девочку по вызову. А-а-а, нет, ну ты меня просто, дорогой сосед, обижаешь. Нет, я ни в коем случае не хотел. Нет, моя милиция, я тебе серьезно говорю, я пошел в балете танцую. Только полицейская или еще какие-то? Ты хочешь познакомиться с моим творчеством в полном объеме? Сам нарвался. Сейчас я его подзажгу. Пока больше вообще огонь. Верно. Просто теперь мужики в первых рядах просто лжут, как в лошади. Заводится страшно. Копытом бьют, столы летят. Я тебе говорю, просто дым карамбусом. Надо, чтобы баразды не поднялись. За тебя, слушай, ты зелый. Это взаимно. Не могу я пока понять его намерение. Он вроде и поддатки, но как-то неоднозначно. А чем ты вообще занимаешься? Наверное, тоже шел в балетик. Ну, балетик менеджера, танцуешь, да? Я вообще не понимаю, что ты шел в балетик. Ой, правда, он же не говорил. Это же я от А не знаю. А ты знаешь, что ты похож? Ты вот какой-то такой элегантный. И видно, что при должности. Я работаю в офисе, да, но не манер. Ты директор. Король. Нет. А ты генерал. Генерал-директор. Директор генералович Игорь. Да, это я. А Игорь-то втянулся в мою игру. Девушка веселья, да? Ты пойми, я еще не вышла. Я еще не вышла из этого куража. Кучу, мы тебя покормим. Если хочешь. Ты послушал. Я иногда. Одевку жалко сейчас. И внезапно. Мы как-то не летим. Ниго не спешим. Мы много выпили. Мы еще даже не едем. Мы сидим на диване. Он не летает. Ты что, уже улетел? Нет, я как раз на полосе еще лечу. На взлеты. Ну что, тогда за взлеты. Без подним. Без подним. Но Игорь однозначно не хочет, чтобы я уходила. Вот ты все подливаешь и подливаешь. Шампанка? Да. Музыки. Музыки. Ты теперь игривый. Ты таким всегда был? Интересно. Ой, боже, какие-то откровения тут узнаем, наверное. Ну что, тогда откровения за откровения. Мы как раз уже достаточно выпили. Я, конечно, в старших классах жгла там. Что, интересно, там ты жгла? Жгла все. Школу, спортзал. Не, шучу. Я просто, правда, на всех дискотеках. Я уже молчу просто про выпускной. Там я, конечно, на юне руководство. Ничего, не помню. Я самая часть этого обед заснула. Я же был хороший. Я не понимаю, но почему он ее не выгоняет? Ну что, не бывает такого, скажи? Нет, бывает. Но все равно, что ты именно решила мне этот случай рассказать. Ну что, ты развеешься на всех заборах, чтобы Кристина... А что, он хочет, чтобы у меня возникли другие фантазии? Как приятно. Почему-то мне вспомнил о седьмом процентах. Ты на меня как-то передаешь. Сейчас что-то начнется. Интересная реакция. Ну и я выпью. Ой. Сейчас закусим. А то, знаете ли, я тебе выдрезведи потом тащит. А ты такой мальчик крепкий. Да, заводной. Это что, намек? Заводной. Ну так, заведись. Какая у тебя тут передача? Где она тут переключается? А ну... У меня механика. Любит ручное упражнение. Начинается. Вызов во взгляде. Механика. Что он любит? Инициативу от дамы. И на что он готов, если она проявит инициативу? Ой, что так еще? Я хочу на тебя танцевать. Музыка. Вот знаешь, только для тебя. На телефоне есть. Где телефон? Вон. И на удивление выбирает очень томный трек. Заводной. Заводной. Черт, я вижу, что я ему нравлюсь. Уверена, и Аня это видит. Бля, девочка, держись. Я согласен, жестко. Я даже жду, стоп. Кристина, слушай, Анна. Давай, раны держи, тормози пока, а? Да ладно. Слишком активно оно все развивается у нас. Я не мог предповарить такого. Я... Ну, он подумал, что я обиделась. Ты не обижайся. Ты, конечно, симпатичная, все. Ну, у меня девушка есть. Просто был однажды момент, ну, по дурости, так, к сожалению, по синей лавочке получилось, что я изменил, сходим налево и... Так, блядь. Я не хочу об этом вспоминать вообще, понимаешь? И тут просто, ну, ты говоришь, и тут так все еще такие обороты набрало, и поэтому... А я панически соображаю, что делать. Я все понимаю. И подслужка молчит, что у них там происходит? Санечка, судя, я пойду сейчас. Пойдем, серьезно, уже пора. Алё, 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 кто? Это я. Так, все хорошо. Новый канал. Какой новый канал? Можно меня не снимать в моем номере? Секундочку. А мне Аня? А что происходит? А я в шоке там, ну, короче. Позори. Какая Аня? Ты что, прикалываешься? Это проверка, наверное. Аня наблюдала все в соседнем номере, все слышала и все видела. Я тебя счастлив. Так ты прошел проверку просто. Прошел, только признался том, что ты из меня. Солнышко, привет. А Солнышко в полном шоке. И уговорить прийти сюда удалось только со второго раза. Аня, сейчас идем. Аня, идем сейчас. А то он, серьезно, уже пора. Азаря. Пошли, пошли. Я понимаю, что ты в шоке. Боже, только плакать. Не надо ничего думать. Поговорите, пожалуйста. Ну, оцени другой жест. Он меня реально выгнал. Конечно, мы сразу оставили их вдвоем. А на следующее утро мы получили от героев вот такую фотку. Спасибо вам. Вот такой душевный. Я, конечно, его очень-очень просила. Но шубу он мне тоже обещал. Кстати, феналоплаза ему очень идет. СМС-ки. Ну, что я могу сказать. Ну, чувак, конечно, проболтался за один раз измену. Но тут сдержался. Честно, я думал, что там сейчас начнется. Ух ты. Ребят, если вам нравятся эти выпуски, то поддерживайте меня лайком. Больше фрисов в сетях. Больше лайков. Больше комментариев. Я выполняю свои обязательства перед вами. С вами был Андрей Чент. Всем пока.